Терпение и труд срок на нет сведут. В набережных челнах осужденным начали все чаще назначать альтернативный вид наказания. Обязательной работы в зависимости от свершенного проступка получает определенное количество часов. Как относятся к этому сами трудящиеся в сюжете. Порядок и судьба наказания понятного? Да. Каждое утро этого дворника начинается в кабинете условно-исполнительной инспекции. После инструктажа он приступает к работе. Правда, как бы ни старался, деньги за это ему не заплатят. За угрозу убийства суд приговорил мужчину к 120 часам обязательных работ. Сажать за решетку мужчины не стали. Вручили лом и отправили на уборку территории. Соседка заявление написала, как будто я угрожал ее жизни с ножом. Получил общественные работы. Условно ходить, отмечаться там. Тут я отработал и уже свободен, как говорится. Работать осужденному приходится от двух до четырех часов в день. Подобное наказание намного эффективнее, чем условный срок, считают инспекторы. Данным видом наказания приговорятся те осужденные, которые совершили преступление малой тяжести. Отбывают они наказание на тех предприятиях, которые согласованы между органами местного самоуправления и уголовной исповедительной инспекцией. Сколько именно махать лопатой или ломом определяет суд. Впрочем, за нарушение трудовой дисциплины обязательные работы в любой момент могут заменить на более строгое наказание. Лилия Жданова, Елена Камалова, Евгений Максимов. Вести Татарстан. Набережные Челны.